21 июня исполняется три года со дня премьеры смартфона nokia n9 премьера это состоялось соответственно 21 июня 2011 года на мероприятии в сингапуре тогда к тому моменту уже было известно что nokia перейдет на windows phone на операционную систему от microsoft конечно только самые большие пессимисты я думаю предполагали что через три года компании nokia как производителя мобильных телефонов в принципе уже не будет и все мобильное подразделение nokia будет проглочено microsoft ам на тем не менее первый шаг уже был сделан но несмотря на этот сделаны уже первый шаг компания nokia все-таки выпустила смартфон nokia n9 который с одной стороны продолжила с другой стороны получается но на данный момент завершил линуксовую линейку смартфонов и коммуникаторов или интернет планшетов nokia которая началась в 2006 году и была представлена моделями nokia 770 nokia n800 nokia n810 потом в 2009 году был выпущен вот такой вот смартфон все предыдущие модели которые я перечислил они не поддерживали 3g только по вайфай возможно было подключаться к сети здесь же в n900 вот этот потертый поюзанный тем не менее очень дорогой мне аппарат был в общем 2009 году компании nokia и он уже был полноценным смартфоном такой вот кирпичик тем не менее на самом деле я пропользовался им два года и с огромным удовольствием он работает на операционной системе моем опять соответственно те девайсы которых я говорил до этого и которые были без 3g модуля они работали на предыдущих версиях операционной системы моем а операционная система моему по сути это полноценный линукс основанный на дистрибутиве линуксовом дистрибутиве дебьяна вот перепиленный под мобильные нужды скажем так здесь в n900 но собственно также как и в н9 хотя не совсем также в н9 это все-таки реализовано чуть по-другому здесь есть терминал вот он терминал тоже не совсем такой как в н9 тем не менее есть терминал и как и полагается в линуксе можно все команды вводить в терминале ну скажу прямо аппаратик уже постарел более или менее он работает я не пользуюсь практически так иногда достаю вспоминаю свою гаджетную юность скажем так но скажу еще вот такую вещь на момент своего появления n900 это был ноябрь у меня он появился где-то в ноябре 2009 года соответственно он был выпущен чуть раньше и вот на этот момент это было самое мощное устройство на рынке то есть в айфоне и в ios не было еще вообще никакой многозадачности функционал вставки копирования только-только появился здесь не только функционал вставки копирования есть что как бы само собой разумеющиеся но и абсолютно полноценная многозадачность я не буду сейчас демонстрировать это но можете поискать в интернете найти там 40 одновременно запущенных приложений то есть концептуально и не только концептуально но и по сути эта концепция была уже 2009 году реализована nokia все то что мы имеем сейчас было реализовано здесь причем было реализовано куда более полно чем мы имеем на данный момент в андроиде или в ios где большинство приложений при сворачивании замораживаются здесь в моем опять все приложения в фоновом режиме работают абсолютно полноценно то есть можно фоновым можно смотреть видео перевести его фоновый режим оно продолжит проигрываться и так далее основано n900 был да и есть на всего лишь 600 герцовом процессоре маповском здесь 256 мегабайт оперативной памяти ну на самом деле гигабайт но из них под оперативную память непосредственно выделено всего лишь 256 андроид в тот момент осенью соответственно 2009 года только делал свои первые шаги я очень хорошо помню когда как делал свой первый обзор n900 и и не чуточки не соврал сказав что приложений для андроида чуть больше чем для моем опять это было истинной правдой потому что android и моем опять были примерно по экосистеме на тот момент равны не говоря уже о том что какие-то вещи в моем опять на уровне приложений были решены значительно лучше в частности здесь вшит в систему skype вот я сейчас я не подключен просто к сети но здесь вшит в систему skype и соответственно связь присутствует вне зависимости по skype присутствует вне зависимости от того установили вы это приложение или нет здесь есть магазин ну точнее не магазина система репозиториев откуда собственно и устанавливаются приложения все эти репозитории в принципе работают но поскольку устройство однозначно брошено nokia ну вообще она никем уже давным-давно не поддерживается то все api устарели поэтому по сути работает телефон смс лка ну skype тоже работает кстати сказать ну работает браузер браузер здесь очень очень неплохой работающие ну созданный на основе mozilla ну в общем вот было такое устройство устройство это было выпущено не знаю как в европе в россии очень хорошо помню слоган рекламной кампании этого устройства был революция начинается много на самом деле про n900 могу рассказывать не хотя рассказать хотел про n9 но начал тут великолепная совершенно 5 мегапиксельная камера с очень хорошей оптикой на фотографировал я на эту камеру очень много ну и в общем устройство для тех кто ну она гиговская естественно она для разработчиков хотя пользоваться им может любой желающий она продается до сих пор стоит кстати сказать немалых денег там где-то 57 тысяч стоит на старте продаж естественно она стоила там тридцатку вот ну несмотря на такой многообещающий лозунг что революция начинается буквально через несколько месяцев проект моем а компания nokia был свернут точнее не свернут а объединен с интеловским проектом моблин хотя не очень было понятно на самом деле что там объединять потому что на моем а работала сколько получается четыре коммерческих устройства на моблине ничего не работал несколько не инженерных образцов тем не менее вот эти два проекта были слиты воедино и в результате этого слияния должна была появиться операционная система мигу и ну все пользователи n900 очень ждали это мигу для 900 кстати сказать была выпущена прошивка мигу тем не менее в некоторый момент ввиду прихода стивена и лапа в компанию nokia nokia выходит из проекта мигу intel начинает по этому проекту сотрудничать с самсунгом и с другими компаниями проект мигу в результате этого сотрудничества сворачивается и переименовывается в проект тайзен и вот самсунг наконец-то вот буквально сейчас осенью планирует выпустить первый смартфон на российский рынок на тайзене вот а nokia выпускает два устройства коммерческое устройство nokia n9 это первый образец вот этого поликарбонатного цельного поликарбонатного корпуса то есть все люмии были потом и устройство которое не идет продажу распространяется бесплатно среди разработчиков о чем свидетельствует специальная надпись устройство которое называется n950 очевидно что между n9 и n950 есть определенная преемственность по n900 еще есть вот такая вот штучка ну олдскульная такая машинка вот n950 очень хороший аппарат абсолютно непонятно почему не пошел в коммерческую продажу я как основным телефоном достаточно много им пользовался на данный момент пользуюсь n9 и могу сказать что это разные по сути устройства отличать не только наличие или отсутствие карити клавиатуры тут разные дисплеи здесь супер lcd дисплей здесь супер амолед дисплей с нокиевской технологии clear black здесь фронтальная камера наверху здесь фронтальная камера внизу есть еще на самом деле другие отличия тем не менее да здесь кнопка включения выключения находится наверху здесь качелька громкости слот для микросимки вот здесь вот находится открывается вот таким вот образом естественно при смене сим-карты устройства эти не перегружу перезагружаются абсолютно нормально можно поменять сим-карту что в н9 что в 900 и они увидят новую симку без проблем без перезагрузки тем не менее вот в коммерческие в коммерческую продажу был выпущен такой 9 он поступил в продажу в трех цветах в черном в голубом и в розовом чуть позже был выпущен вариант белого цвета черный н9 присутствовал в двух модификациях с 16 и 64 гигабайтами это старшая модель с 64 гигабайтами остальные версии кроме белой белая тоже была с 64 но голубая и розовая были только 16 гигабайт на версии на момент старта продаж уже было известно что этот смартфон так и останется одним и единственным и операционная система мигового хроматан на которой работает это устройство она не получит никакого продолжения лично мне не верилось да и отчасти до сих пор не верится что это будет так потому что на самом деле то что nokia сделала выпустив это устройство на этой операционной системе это скорее пример мигу а на самом деле это моем а 6 операционная система если вот строго говорить что это моем а 6 по той простой причине что в мигу были приняты определенные стандарты так вот операционная система которая установлена в анти ведь она не соответствует этим стандартам в частности расширение установочных файлов в мигу должно было быть рпм ну и есть мигу рпм а здесь это деп традиционное линуксовое расширение которое присутствует и n900 таким образом строго говоря n9 работает на моем а6 ну или на примере мигового хроматана устройство отличается великолепным совершенно интерфейсом самым лучшим до сих пор на мой взгляд интерфейсом очень лаконичным очень простым очень удобным по своим хардвардным характеристикам устройство до сих пор совершенно современно здесь прекрасная 8 мегапиксельная камера она правда видео пишет не full hd а простой hd но пишет так что многим full hd но не многим на некоторым full hd современным тоже может дать фору ну могу продемонстрировать какие-то фотографии например сделанные на цветочки например ну тут прекрасный дисплей видео тут не буду показывать потому что оно такое не свидетельствующие вот пример ночной съемки например все то что дальше было представлено nokia и на самом деле пожалуйста на самом деле все это начиналось именно с n9 и вообще на самом деле если бы компания nokia продолжила развивать мигового хроматана мир был бы другим потому что n9 уникальное устройство которое абсолютно органично подключается к любым операционным системам будь то mac os будь то windows будь то линуксовые сборки будь то chrome os подключение мигового хроматана n9 происходит вообще без проблем то есть все те проблемы которые наверняка знакомы и владельцам windows фонов и даже владельцев android смартфонов на андроиде потому что кроме с например что дико странно но тем не менее факт кроме с например не всякий android смартфон подключиться не говоря уже о windows фоне то есть при помощи костылей конечно можно это сделать но и 9 подключается вообще без проблем экосистема за три года о и 9 на мой взгляд абсолютно состоялась вообще на мой взгляд это совершенно живая история которая хоть сегодня может быть взята и если выпустить новый аппарат чуть помощнее на этой операционной системе я думаю что это будет весьма и весьма коммерческий продукт потому что n9 это по сути легенда мобильная антииндустрии и тут без преувеличения всякого вот как милим как минимум несколько миллионов человек ждут этого продолжение этой линейки да конечно компания джола состоящая из тех разработчиков и инженеров которые делали n9 она отделилась от nokia и сделала выпустила свой смартфон на своей операционной системе сел фиш ось который продолжает эту линейку и в которой в этой операционной системе кстати сказать расширение уже рпм расширение установочных файлов так вот но тем не менее ну у меня джола фона нету но я держал его в руках и могу сказать что он не произвел на меня того впечатления которое производит до сих пор производит n9 по причине на самом деле по многим причинам во первых по эргономике мне очень нравится что он небольшой что его абсолютно нормально вот так вот держать полноценно в руке он не широкий но по сути он величиной с iphone и вообще насколько я понимаю до прихода стивена элла в nokia это этот проект задумывался как своеобразный ответ nokia компании apple и как такой но киевский iphone тут как вы видите нету никаких кнопок не сенсорных не других кнопок управления в этом плане тоже был революционный аппарат потому что только после него android стал выносить кнопки на в интерфейс основные кнопки управления в интерфейс ну и вообще перечислять все все те революционные вещи которые впервые были представлены именно в n9 это долго и я неоднократно по сути это делал на данный момент тут все в принципе работает все основные вещи есть не знаю телефон да естественно все это не супер пупер быстро но с другой стороны аппарат работает на одноядерном 1 гигагерцовом процессоре оперативной памяти здесь правда один гигабайт но тем не менее иногда я так думаю что бы было если бы вся эта операционка и все эти приложения работали на каком-нибудь современном снэп драгоне 800 четырех ядерном с двумя гигабайтами оперативной памяти это был бы космос и по скорости и по вообще юзер экспириенс дико удобно не в пример андроиду да и не в примера с устроенные контакты которые экспортируются и из фейсбука и из других служб синхронизируются при помощи отдельной программы и с гуглом с гугловскими контактами очень хороший браузер который основан на опять-таки на мозили на фарифоксе браузер далеко не единственный есть помимо него и оригинальная мозила фарифокс есть и опера пожалуйста ставьте все что вам год ну я честно говоря но мозила у меня стоит но оперу дня не используют прямо отсюда можно открыть новое окно поделиться страницей фейсбук рокет это приложение до сих пор поддерживаемая очень хорошие кстати нашими соотечественниками разрабатываемое приложение twitter собственно оригинальный встроенный twitter смс к и можно отправить почту но таки пир это клиент для вернул то он тоже очень хорошие ну покет это понятно что такое шаретус это дополнительные расширения для шаринга той или иной страницы или того или иного текста ну вот соответственно в эти службы при помощи шаретуса можно расшаривать вот часики которые сейчас по линейке nokia asha думаю знакомые всем впервые этот интерфейс опять-таки появился в мигу хроматан очень удобный хаб сообщений и чатов которые к которому подключен опять-таки встроенным образом и skype и вшитым из коробки образом и skype и google толк и facebook что примечательно когда вы открываете одно окно вы сворачиваете его например и после этого мы вы можете совершенно спокойно открыть другое окно вот таким образом у вас будут открыты все те переписки с теми людьми с которыми вы хотите быть на связь это достаточно удобно потому что мы переписываешься с человеком не хочется его переписку закрывать что еще но почтовый клиент неплохой хотя ничего супер шедеврального в нем нету я им редко пользуюсь календарик очень хорошие тут у меня всякие музыкальные приложения великолепное приложение music cloud это клиент саундклауда с возможностью скачивать абсолютно все треки саундклауда если в андроиде можно скачивать только то что разрешено к скачиванию то здесь можно скачивать все не буду его открывать открою покажу встроенный плеер может простой но очень неплохой смотрите экран понятно что у nokia лучшие экраны их технология clear black она особенно на амолитовских дисплеев она просто великолепно вот смотрите какие углы обзора далее что еще показать прекрасный тоже шарк клиент грубо шарка ресурса потоковые музыки здесь можете найти какого-нибудь исполнителя и собственно по интернету его слушать радио тоже очень хорошие ну в общем приложение на самом деле масса у меня установлена такой оптимум не скажу что минимум по поводу камеры несколько слов я говорил что камера здесь очень действительно очень хорошая она не есть автоэкспозиция что по сути на тот момент особенно было редкостью как вы видите все управление происходит свайпами то есть как вы видите все управление происходит свайпами то есть нажимать здесь не надо для того чтобы свернуть программу вы проводите в одну из сторон для того чтобы закрыть программу вы проводите сверху вниз ну на самом деле наверное зря я затеял такой подробный обзор меня самого на него не хватит тем более делал я это не неоднократно сказать я хотел по сути вот что что система три года спустя абсолютно живая сам n9 три года спустя остается вот такое хочу кстати показать очень простое самое простое приложение фонарика которую я только встречал вот прямо вот здесь вот у нас есть кнопочка мы на нее нажимаем и у нас включается фонарик нажимаем и он выключается почему такого нету для других систем ну или есть но я не знаю но вроде нету я не для андроида не для других систем такого фонарика честно говоря не видел может вы из кстати сделали такой фонарик не знаю вот с и самый 9 является абсолютно живым аппаратом если вы увлекаетесь гаджетами рекомендую вам приобрести этот аппарат если вы его еще до этого не приобрели потому что ну потому что вы почувствуете что называется настоящий user experience здесь действительно очень и очень приятно всем пользоваться здесь великолепная клавиатура и в горизонтальной и в горизонтальной развертке особенно приятно приятен ее виброотклик потому что печатать на этой клавиатуре действительно очень и очень приятно не знаю как передать виброотклик по видео тем не менее текст выделяется простым проведением от места выделения до конца этого выделения тут же копировать вставить также если вы хотите перемести перенести курсор то это делается вот таким вот образом вот не знаю не знаю появится ну экран уведомлений куда собираются все ваши уведомления из всех ваших сетей все здесь работает твиттер поддерживает твиттер уведомления поддерживает рокет и они соответственно открываются в приложении рокет тут есть другие приложения для твиттера есть приложение киноптуния который на мой взгляд вообще является лучшим приложением твиттер клиент на вообще всех известных мне платформах вот если вы слышали такой звук это к сети подключается с такими звуками n900 вот и я не знаю честно говоря мне с маниакальной упрямостью до сих пор кажется что все это поскольку это все-таки называется пример мигу все это рано или поздно получит какое-то продолжение не знаю каким образом и как это будет и под каким брендом в принципе не исключено что нокия каким-то образом возродится как производитель смартфонов по той простой причине что через несколько лет получается что бренд нокия не будет существовать будет существовать бренд microsoft как производитель смартфонов и телефонов компания nokia остается как nokia network в принципе ничего не мешает компании nokia network вместе с компанией джоу объединиться или не с челой объединиться возродить в том или ином виде на основе сайл фиша а джоу это тоже переводится как шлюпка в общем во всем этом какой-то как мне кажется замут есть или мне просто очень хочется чтобы был какой-то замут потому что честно скажу никакого другого смартфона кроме как n9 мне по сути не надо конечно меня конечно я пользуюсь и смартфоном на андроиде и 925 и люмии с огромным удовольствием с огромным удовольствием пользуюсь но если по большому счету мне бы хотелось чтобы все те технологии фото и видеосъемки и звукозаписи которые реализуются на люмиях были были бы реализованы с этой операционной системы с миговых арматан и сама миговых арматана или как минимум интерфейс миговых арматан был бы нанизан на более мощное железо потому что конечно скорость n9 уже не удовлетворяет хотя но как видите в принципе ничего катастрофичного катастрофически медленного здесь нет вот например на таки перу клиент для вернут пожалуйста в общем три года спустя н9 живее всех живых и я думаю что я не одиноком и достаточно много пользователей которые ждут продолжение этой прекрасной очень дружественной пользователю и без преувеличения легендарной истории за 7 наверно все спасибо надеюсь еще будет повод рассказать что-нибудь новенькое про n9